Всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер и я рада вас приветствовать на своем канале. Хочу поздравить своих подписчиков и гостей канала с наступившим 2018 годом, пожелать вам искренне счастья, здоровья и всех благ, и также с наступающими праздниками. А сегодня мы будем выполнять знаковый расклад, который называется «Карта года» и будут отображать наиболее важные тенденции в 2018 году именно для вас. Сейчас я выложу 10 позиций, ваша задача расслабиться, настроиться на работу, по возможности, конечно же, уединиться и выбрать ту карту, которая на вас смотрит, либо загадать один из 10 вариантов, ну и посмотреть трактовку. Единственное, о чем хочу напомнить, что данный расклад не является индивидуальным, он на общих основаниях, поэтому здесь все будет зависеть от того, насколько вы расслабились и настроились на свою интуицию и на свое подсознание. Итак, выкладываем 10 вариантов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый вариант. Даю вам несколько секунд выбрать волнующий для вас вариант и будем открывать карты. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант, давайте смотреть. О, вам выпал старший аркадьявол. Ну что, сама по себе ситуация искушения, причем искушение, это может касаться как и работы, то есть, да, выбор, например, выбрать работу по душе, по сердцу, либо ради выгоды, либо искушение в личной жизни, это может быть связь на стороне, либо в целом какие-то сомнительные связи, их может быть множество. Либо же тут сама ситуация зависимости, потому что дьявол – это аркан зависимости. Зависимости разные от отношений, от финансов, от флирта, алкоголя, наркотиков и так далее. Давайте все-таки вытянем дополнительный аркан, посмотрим, чего конкретно будет касаться дьявол, в чем же вас так сильно будут искушать этот год. Но по дьяволу могу сказать сразу, если касается материального благополучия, то год будет очень успешным. Так, давайте смотреть. Восьмерка кубков. Ну смотрите, как здесь отыграется. Скорее всего, либо вы уйдете с насиженного места работы и отправитесь на поиски новой работы, новой должности, либо вы уйдете из старых отношений в новые, либо же в целом здесь будет у вас ситуация искушения, искушение, переехав в другой город, в другую страну, сменить место жительства. Потому что восьмерка кубков является еще сигнификатором переезда. Причем, посмотрите, идти вы будете налегке, несмотря на то, что у вас очень большой багаж опыта, жизненных знаний, сил. Все это вы возьмете с собой, и оно обязательно вам пригодится в 2018 году. Единственное, что по дьяволу не увлекайтесь. Все-таки взвешивайте все за и против, чтобы искушение для вас не оказалось губительным. Итак, для тех, кто выбрал второй вариант. Здесь у нас падает четверка мечей. Но смотрите, это ситуация либо слежки за кем-либо, либо сбора информации в целом, либо, знаете, как своего рода, как прощупать почву. Опять же, может касаться и отношений, и здоровья, и работы. То есть здесь вы собираете информацию для того, чтобы взять какой-то решительный шаг. Как, допустим, если это касается отношений, собрать по поводу партнеров всю информацию, стоит ли вам эти отношения развивать или не стоит. Если касается новой работы и работодателя, что из себя представляет эта компания, что представляют из себя сотрудники, и насколько для вас выгоден будет этот выбор. Но если с позиции здоровья, то к какому доктору обратиться, в какую клинику пойти, и какие методы лечения для вас будут наиболее продуктивными. Ну давайте посмотрим тоже, чего именно это будет касаться. Королева кубков. Ну смотрите, если вы мужчина, то однозначно вы будете собирать информацию по поводу женщины. И королева кубков здесь проигрывается как женщина водной стихии. То есть в основном это рак рыбы или скорпион. Либо женщина такая очень романтичная, очень эмоциональная, постоянно на каких-то вот эмоциональных перепадах. Если вы женщина, то вы будете собирать информацию о другой женщине. Это может быть соперница, это может быть ваша мама, родственница и так далее. Либо ваша коллега, начальница и так далее. То есть вы в целом будете оценивать для себя риски, стоит ли вам, например, сотрудничать с этим человеком. Так, для тех, кто выбрал третий вариант. О, король Пентакли. Ну что могу вам сказать? Вам однозначно падает мужчина. Либо знакомство с мужчиной земной стихии. Это у нас идет телец, газирок, или, господи, уже совсем запуталась, или дева, вот деву пропустила. Если с позиции материального, то здесь однозначно будет успех, и деньги будут идти к вам рекой, потому что у вас хорошо открыт денежный канал. Единственное, что могу сказать, с позиции здоровья. Здесь есть риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому обратите на это внимание. Если с позиции отношений, это продолжение отношений с таким мужчиной, либо встреча такого мужчины. Единственное, хочу вытянуть для себя дополнительный аркан, чтобы посмотреть, все-таки, какой сферы жизни это будут касаться. Ну что, влюбленные, ситуация выбора, ситуация любовного треугольника может проходить. Но вы знаете, здесь все-таки проходит не любовный треугольник, а как ситуация создания семьи. То есть поздравили тех, кто выбрал третий вариант, год для вас будет ключевым, а у вас однозначно будет ситуация брака, потому что король Пентакли является еще сигнификатором супруга, желание стать отцом, создать крепкую семью, причем с хорошей финансовой такой материальной базой. Итак, для тех, кто выбрал четвертый вариант. Прекрасная карта, старший аркан мир, но это вообще открытие всех горизонтов. Это могут быть кардинальные перемены, то есть переезд в другой город, как правило, по миру это дальнее расстояние, даже сменить страну. Либо новые перспективы в отношениях. Если с позиции, то прекрасное здоровье и выздоровление. Если с позиции работы, это завершение одного проекта, начинание другого. Почему завершение? Потому что по миру, как правило, идет окончание чего-либо и открытие нового жизненного этапа. То есть какие-то новые горизонты, новые перспективы. Мир – это вообще прекрасный, замечательный аркан. Давайте посмотрим все-таки, в какой сфере он для вас наиболее отыграется, в чем будут более ключевые перемены. Ну, смотрите, рыцарь Пентакли. Здесь отыгрывается либо сфера отношений, то есть будет к вам мужчина прежде, издалека, либо вы поедете. И, кстати, вы в дороге можете познакомиться с таковым мужчиной. Это еще может быть сигнификатором знакомства в поездке. Если с позиции все-таки материального аспекта, потому что Пентакли у нас отвечают все-таки за деньги, это благосостояние, благополучие, укрепление финансовой ситуации, ну, и даже возможность, например, откладывать на какие-то свои желания, пожелания, на какие-то свои цели и планы. Так, для тех, кто выбрал пятый вариант. О, шестерка мечей. Смотрите, все в этом году падают какие-то поездки и переезды. Ну, если с позиции Норманта, карта корабля, если все-таки трактовать как Таро, шестерка мечей. Карта перемен, карта движения. Причем перемен, как правило, по этой карте к лучшему. Здесь четко, смотрите, идет либо уплыть к новым берегам, если касаться отношений, то есть уйти от одного партнера и перейти в новые отношения. Если с позиции работы смена работы, может проиграться, опять же, или же движение по карьерной лестнице. Если с позиции здоровья, это, знаете, как устранение каких-то хронических заболеваний. Давайте посмотрим, в чем у вас это отыграется. С позиции финансов шестерка мечей – это всегда какие-то денежные переводы, это, ну, как, растущая прибыль и улучшение финансового благосостояния. Итак, перемены в чем? Семерка кубков. Ну, смотрите, по семерке кубков – это для вас ситуация трудного выбора. Почему трудного? Потому что перемены могут затронуть по семерке кубков многих сфер. То есть и личную, и финансовую сферу работы. Поэтому для вас год вообще будет, ну, скажем так, в чем-то знаковым. Потому что перемены будут глобальны и во всех сферах. Тут своего рода, знаете, как не упустите свою жар-птицу, птицу счастья. Потому что перемены благоприятные, перемены знаковые. Здесь только уже, знаете, как дело за вами – поймать свою птицу счастья. Так, для тех, кто выбрал шестой вариант. Тройка кубков. Ну, ситуация налицо. Ситуация любовного треугольника, выяснение взаимоотношений. Один мужчина и две женщины. Вот это то, что вас будет бередить в 2018 году. Давайте посмотрим, как все-таки для вас это отыграется. Сможете ли вы для себя расставить какие-то точки над «и»? Например, выйти из этой ситуации. Так, девятка кубков. Сможете, но даже до смешного доходит. Это знаете как. Треугольник превратился в четырехугольник, то есть в квадрат. Тема любви для вас будет на первом месте в 2018 году. И это, знаете, какие-то любовные отношения, которые, например, вы потом сможете поддерживать как партнерские и дружеские. Почему? Потому что по девятке кубков карта удовольствия, карта общения, карта изобилия. И даже если, скажем так, вы с кем-то, ну, допустим, тут четко выбирает мужчина из двух женщин. Даже если он не выберет вас, поверьте, одна вы не останетесь. У вас всегда будет партнер, который сможет вам упадеть настроение и поддержать вас эмоционально. И в целом видеть вас, настоящую женщину. Так, для тех, кто выбрал седьмой вариант. Давайте смотреть. Так, карта птиц и четверка жезлов. Так, смотрите. Ну, в целом четверка жезлов – это карта стабильности. Это карта какого-то каких-то фундаментальных начинаний. Это своего рода, знаете, как вид гнездо. Если с позиции, как она рассматривает, с позиции Ленорман, это переоценка ценностей. Это, знаете, какие-то размышления о бренности бытия. Это формирование своих целей. И, знаете, как задать себе направление, в чем вам двигаться, что нужно поменять. Но, как правило, жезлы у нас касаются либо семьи, либо работы. Каких-то вот таких фундаментальных значений. Давайте все-таки посмотрим. Кстати, по птицам это могут отыгрываться и родители. Забота и опека над родителями. Или их какое-то повышенное внимание к вашей жизни. Поэтому сейчас посмотрим, как отыграется это для вас. Так, королева жезлов. Ну, смотрите, если с позиции работы, то вы проявите свой профессионализм, что даст вам прочную базу, даст вам карьерный рост. Ну, как следствие, материальную стабильность. Если с позиции личной жизни, если вы мужчина, то создание семейного очага с королевой жезлов, женщиной огненной стихии. Это у нас овен, лев или стрелец. И если вы все-таки женщина, то здесь в вашу жизнь может вмешиваться мама, либо какая-то родственница. Я не вижу, чтобы здесь вмешивалось третье лицо. Ну, по крайней мере, интуитивно мне так информация не идет. Чтобы это была какая-то соперница или любовница. Нет. Здесь как бы вся энергия ваша будет направлена для того, чтобы создать какой-то прочный фундамент, какое-то становление себя и развитие себя. Поэтому год тоже для вас будет благоприятным. Для тех, кто выбрал восьмой вариант. Здесь падает пятерка пентаклей. Ну, тут даже нарисовано, видите, мужчина тянет крупный денежный улов. На самом деле, если во всех остальных арканах, точнее, ну, таро, колодах таро, это карта бедности, то по Ленорман это карта, знаете, какой-то крупной неожиданной удачи, когда повезло. И вот обычно, знаете, как вот, не могу сказать, что совсем бедный рыбак, но тем не менее, да, вытянул крупный улов, крупную сумму денег. И это своего рода как бы послужит новым толчком, новым стартом его жизни. Мы все-таки тоже не обделим восьмой вариант, вытянем дополнительную карту, посмотрим, чего будут касаться эти крупные перемены, этот крупный улов, в чем же так именно повезет. Дурак. Новые начинания, новый старт. Вот именно новый старт, причем это может касаться абсолютно всех сфер жизни, как личной, так и рабочей, так и ситуации здоровья. То есть вам крупно повезет. Если с позиции здоровья, то вы, например, найдете необходимого доктора, который вам поможет излечиться от какой-то болезни, либо назначит вам правильное лечение. Если с позиции личной жизни, это попытка обновить отношения, начать все с нуля, либо в целом выйти в какие-то новые отношения. И если с позиции работы, ну опять же, крупный улов, либо здесь для вас будет повышение, либо какая-то новая благоприятная работа, которая принесет вам финансовую стабильность. Итак, для тех, кто выбрал девятый вариант. О, ситуация развилка, либо она здесь падает восьмерка жезлов. Что такое восьмерка жезлов? Это быстрота движения, это какие-то скорые перемены. По восьмерке жезлов это переезды, это перелеты чаще всего происходят, либо поддержание связей, знаете, как посредством коммуникации. То есть здесь с позиции отношений, это может быть знакомство посредством интернет, переписок, созвоном, либо в дороге. Тут даже как бы жизненный перекресток важный рисунок, какое-то вот ключевое решение, важные перемены в судьбе. Давайте посмотрим, чего конкретно они будут касаться. То есть видите, перед вами развилка. И куда вы пойдете, так и будет развиваться ваша жизнь. Перед вами стоит какой-то ключевой выбор, ключевая задача. Причем по восьмерке жезлов, повторюсь, события, они будут развиваться практически молниеносно. Можно сказать, даже вот с января месяца. Итак, чего будет касаться этот сложный выбор? Пятерка кубков. Ну, знаете, здесь как бы забрать свое, не быть пойманным. Поскольку пятерка кубков, она затрагивает эмоциональную сферу, здесь может быть указ ситуации, развилка, она еще подтверждает карту любовного треугольника. То есть какая-то связь на стороне, которая принесет вам свой куш. Ну, давайте все равно еще уточним. Свой куш в каком плане? Ну, например, материальную поддержку, либо какие-то интересы, новые знакомства, которые вам в чем-либо поспособствуют. То есть связь на стороне, которая откроет вам какие-то новые горизонты. Так. Семерка жезлов. По семерке жезлов здесь вы однозначно будете отстаивать свое, свои позиции. Если это касается отношений, то отметать ненужных соперников и соперниц, если с позиции работы отмести всех конкурентов и добиться своего. Ну, и с позиции здоровья – это борьба за выздоровление. То есть у вас здесь четко идет ситуация победителя. То есть какой бы сферы все-таки это ни касалось, вы все равно будете в этой ситуации на коне. Итак, для тех, кто выбрал последний, десятый вариант, у нас здесь падает рыцарь мечей. Ну что, для многих это отыграется, как мужчина воздушной стихии. Воздушная стихия – это у нас близнецы, весы или рыбы. Поэтому, простите, близнецы, весы или водолей. Так, мужчина может быть из прошлого. И мужчина, ну, по рыцарю мечей все-таки иногда проигрывается, как мужчина каких-то восточных кровей. Ну, по крайней мере, у меня проигрывается в колодах. Я не могу сказать за всех. Так, рыцарь мечей. А с позиции отношений все-таки он несет какую-то холодность, какое-то отчуждение. Если с позиции работы – это какие-то острые очищающие конфликты, которые могут поспособствовать, знаете, как прояснению ситуации. Если с позиции здоровья – ну, это ситуация каких-то травм. Травм может быть в поездке, либо, знаете, как выбирнул там руку или ногу, ну, вот в таком контексте. Либо, не дай бог, какие-то там переломы. По этой карте может быть такое. Поэтому давайте уточним, какой же все-таки сферы это будет касаться. Так, умеренность, соблюдать умеренность. Ну, здесь вы видите, что у вас будет какой-то более сильный противник. Неважно, в отношениях это либо касательно работы. И здесь нужно уметь соблюдать баланс. То есть, надеясь на рожон, не конфликтовать. Потому что рыцарь мечей – это ситуация еще конфликтов, ссор, выяснений взаимоотношений. То есть, будьте мудрее. Будьте мудрее, будьте умнее. И знаете как, делайте свое дело медленно, уверенно и планомерно. Вы в любом случае добьетесь своего. Так, все-таки давайте еще третий аркан. И вы будете императрицей. То есть, ситуация однозначно будет касаться, ну, вот если с позиции личной жизни, то, скажем так, проявив мудрость в отношении с мужчиной, по императрице, вы можете стать, во-первых, для него женщиной знаковой, роковой, значимой. Плюс императрица – это, как правило, идеал жены, идеал матери. Здесь, кстати, возможно, даже ситуация замужества для кого-то проиграется, как брак. Если с позиции работы, то для вас, благодаря вашей, скажем так, мудрости и тонкому дипломатическому подходу, вы ситуацию обернете себе во благо. То есть, добьетесь какого-то карьерного роста и материального благополучия. А для многих с позиции здоровья вот эта ситуация может отыграться, как... Вот императрица – это карта материнства, и с позиции здоровья с рыцарей мечей и умеренностью. Это, знаете, как сделать все для того, чтобы устранить какие-то гинекологические заболевания, подойти, скажем так, с опытом и мудростью для сохранения ребенка и планомерного протекания беременности. Так что вот как-то так. Ну и вообще, императрица, если это не касается беременности, например, если смотрит мужчина, то это однозначная ситуация выздоровления за счет вашего благоразумия. Вот таким у нас сегодня вышел расклад. Надеюсь, для вас он был полезным и информативным. Для заявок на индивидуальные консультации, контакты вы можете найти под этим видео. Там будут ссылки на соцсети и на WhatsApp. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии относительно этого расклада, пишите. С удовольствием вам, наверное, на все отвечу. Жду от вас обратной связи. И до следующего видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok